Привет, друзья! Меня зовут Лёша Каверин и это передача Зачёт. Ну что ж, вот и середина лета. Мне кажется, или у всех такое чувство, что оно куда-то торопится? «Эй, лето, притормози!» – хочется ему крикнуть. Хотя кричи, не кричи, оно не остановится. Поэтому предлагаю бежать с ним в ногу и проводить время так, чтобы это лето запомнилось надолго. Кстати, большинство так и делает. Смотрим и убеждаемся в этом. Какой день этого лета является самым главным для молодёжи? Естественно, день молодёжи. И в этом мы убедимся в рубрике «Зачётная тема». Искренность отношений, правда в общении – вот дружба. Это слова Александра Суворова. А совсем скоро мы с вами узнаем, что такое дружба по мнению нашей веры. В наше время каждый день появляется какой-то гаджет или приспособление, которое упрощает наш быт. А Саша, как всегда, готов держать нас в курсе событий. Таня продолжает худеть. Я с удовольствием наблюдаю за этим процессом. А судя по лайкам в соцсетях, не я один. Давайте вместе продолжим лицезреть это приятное зрелище. А наша Катя сегодня докажет, что талантливые музыканты – это не только гитаристы или певцы. Есть ещё очень важный и нужный сегмент в музыкальном творчестве – диджеи. Если составить рейтинг среди самых интересных и масштабных праздников города, День молодёжи бесспорно оказался бы на лидирующих позициях. В этом году молодёжный фест отмечали в течение целого дня, заняв всё пространство Гомеля. Молодые и перспективные собрались вместе, чтобы удивлять и удивляться. О самых ярких моментах праздника в нашем следующем сюжете. Зачётная тема. В этот день ритм Гомеля участился. Молодёжный праздник сплотил воедино энергию спорта, чувственность музыки, красоту танца и силу духа. Однако обо всём по порядку. Масштабное молодёжное движение началось с площадки у ледового дворца. Тут организаторы представили сразу несколько интерактивных зон, как говорят, на любителя. Ценители драйва останавливались у трамплинов для катания, где воплощались смелые мечты тех, кто постоянно в движении. Мы задействовали сразу три вида. И ролики, и велосипед, это BMX, и скейтеров. То есть мы привлекли, по сути, всю уличную культуру, связанную с колёсиками. На одной площадке мы собрались вместе, чтобы вычислить самого сильного. Особое внимание прохожих привлекли танцы на велосипеде, либо трюки на плоскости и катание в рампе. Некоторые из направлений BMX. Травмоопасность этого спорта молодых экстремалов явно ничуть не пугает. И сейчас катание на BMX в молодёжной среде становится всё более популярным. А тем временем на соседней площадке можно было стать зрителем стритбольных баталий. Турнир по уличному баскетболу в Гомеле проходит ежегодно. Тут собираются ребята со всей области. Он отличается от баскетбола тем, что играем 3 на 3 и на одно кольцо. Интригующее – это финальные игры. Молодёжное движение продолжало набирать обороты. К фесту подключились диджеи, заряд энергии которых ощутили на себе даже те, кто просто проходил мимо. Мы рады, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Спасибо всем организаторам. Настроившись на музыкальную волну, молодёжь города отправилась попробовать нашумевший «Чизкейк». Композицию, с которой Юрий Ващук, известный как Тео, представлял Беларусь на Евровидении 2014 года. На летней эстраде парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля Тео встречали не только поклонники, но и молодые исполнители-вокалисты. Сценическая площадка превратилась в место творческих инициатив и начинаний. Действительно, располагающая атмосфера праздника настраивала и зрителей, и вокалистов на одну волну. Волну музыкального искусства, где нет места фальши, ведь народного слушателя подкупить невозможно. Если говорить о энергетике человека, естественно, они все разные, все люди разные. И всё-таки это то, что идёт изнутри, насколько человек настоящий, искренний, настолько действительно люди это почувствуют. То есть, ну, в общем-то, здесь сложно обмануть... Здесь сложно обмануть кого-либо, поэтому нужно быть настоящим искренним, неподдельным. Участникам арт-молоди такой подход оказался близок. Казалось, чувство ритма им задаёт само сердце. Я всегда любила петь, хотя нигде не занималась, ни в фуршках, ни в студиях. Ну, пение это моё. У нас в семье никто не поёт, только я. Вот это от души идёт. А между тем Тео, оценив конкурсантов, поделился с программой зачёт своими творческими планами. Планы покорять, расширять географию концертную, как артиста. Ну, и, естественно, совсем скоро начну делиться своими новыми песнями. Специально они уже есть, специально не выпускал в течение года. Сделал такой маленький эксперимент для самого себя. И, в общем-то, этот эксперимент себя оправдал. Чизкейк выдержал год стабильно, хорошо. Это радует. Эстафету молодёжного движения продолжила главная площадка у кинотеатра «Мир». Тут искушённым зрителям предоставили возможность поиграть с живыми шахматами. Наглядно и эффектно. На тоске и вокруг неё вместо умиротворённой шахматной тишины царила атмосфера веселья. Тут же молодёжь города могла понаблюдать за искусством рукопашного боя джиу-джитсу. Или перенестись в XI век, во времена духовно-рыцарского ордена в Испании и Португалии. Кульминация и самая эмоциональная часть молодёжного феста проходила ближе к вечеру, на сцене у Ледового дворца. Сначала публику разогревали гомельские кавер-группы «Рио» и «Ангар». Затем гомельчане принимали поздравления от группы «Лайт Саунд». День молодых людей, день тех, кто сделает завтра... Это день вообще всех, кто молод душой. Это день тех, кто завтра сделает сказку, сделает пылью. Это супер. И от группы «Лайт Саунд» мы хотим сказать, что мы очень-очень вас любим. И сегодня мы приехали специально только ради вас, только для того, чтобы дарить вам хорошее настроение. И всё наше сердце с вами. Яркие краски впечатлений с примесью музыкальной эйфории. Вот он, молодёжный фест 2015 в Гомеле. «Лайт Саунд» Старшее поколение нам, молодым, зачастую говорит, что за нами будущее. Но не все, к сожалению, к этому прислушиваются и попросту разрушают свою жизнь. Это как? Спросите вы. Да всё просто. Алкоголь и наркотики. Или столь популярное в молодёжной среде в последнее время спайсы. Чтобы это не становилось бичом нашей молодёжи, с этим, друзья, необходимо бороться. Причём не только старшему поколению, которое очень за нас переживает, но и нам с вами. В продолжение темы наш очередной сюжет. Наркотики – это плохо, это вред и это чрезвычайно опасно для здоровья. Турбят учителя на каждом классном часу. И вряд ли сегодня найдётся школьник или студент, который не слышал бы про спайсы. Со словом «спайс» какие ассоциации? Наркотики. Плохие. Это нельзя курить, это плохо. Это наркотик очень действующий. 21 век – это век брендов, рекламы и совершенства формы. И никогда ранее наркотики не выходили в свет посредством такого сильного и продуманного маркетинга. Яркая привлекающая упаковка, доступность в приобретении, тезисы о легальности и запоминающиеся названия – «спайс». Мол, курнёшь и улетишь в космос. Вот только после такого полёта разбиваешься о Землю очень быстро. Поведенчески у каждого человека это может проявиться по-своему. Но что общее у каждого человека – это разрушение нервной системы необратимо и довольно стремительно. Не полное, но существенное, да? Иногда даже полное. Причём даже от нескольких раз употребление этого наркотика. В переводе с английского «спайс» – это специи. Основа растительная. Всё вроде бы нормально, но синтетическая составляющая может просто взорвать организм. Производитель не задумывается о количестве этого вещества в упаковке. Откровенно говоря, даже некоторые родители не считают это катастрофой и чем-то, с чем нужно бороться. А на самом деле? А на самом деле бороться необходимо. Мы хотим воспитать здоровое молодое поколение. Мы хотим хорошего будущего себе и своим детям. Здоровье даётся при рождении и закаляется годами. Но курительные смеси могут отнять его за пару часов. Не только благодаря своей убойной силе. Под «спайсом» человек может совершить что угодно. Даже выброситься из окна. Хочешь жить – не пробуй. Скажите, что нужно помнить и знать, чтобы не увлечься наркотиками? С «спайсом»? О том, что жизнь – это да. Это вообще зависит от человека, как у него вообще есть. От компании зависит это. Потому что если поводишь плохую компанию, то, конечно же, влияние идёт. Лучше отказаться. Потому что это убивает твой головной мозг. И уйти здоровье очень сильно. Иметь силу воли. Вы не пробовали раньше? Наверное, думаю, не при камере. Сегодня молодёжь – здоровый образ жизни. И это не пустые слова. Всё больше молодых людей выбирают спорт или искусство. В стране проводится масса профилактических акций. Скажи наркотикам «нет», «Стопспайс» – лишь самые известные из них. По принципу студенческого радио работают молодёжные антинаркотические отряды. А члены-активисты БРСМ штурмуют виртуальную реальность. В интернете в каждом территориальном комитете у нас создана своя группа в социальной сети ВКонтакте. В группах постоянно размещаются информации различные, фотографии. Ну, если мы берём направление профилактики спайсов, то это информация, которая, в первую очередь, пропагандирует здоровый образ жизни. Говорит о тех последствиях потребления наркотиков, которые возникают, о реальных последствиях. И мы говорим об этом открытым языком, не скрывая абсолютно ничего. В борьбе против заразы все средства хороши. Поэтому, если увидите волонтёров в красной или зелёной майке, не бегите, как от огня. Возьмите листовку. Если не вам, то кому-нибудь из знакомых она может пригодиться. Ты да я, да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Почему-то всегда вспоминаю строки из этой старой советской песни, когда разговор заходит о дружбе. А вот действительно, если бы не было друзей, что бы было тогда? Земля, несомненно, не развалилась бы. Но скучно было бы неимоверно. Ведь всем известно, что чем больше друзей соберётся в одном месте, тем веселее ты проведёшь время. Хорошо, что есть для этого и время, и место. Все подробности у нашей Веры. Смотрим. Лето – пора фестивалей, когда можно слушать музыку под открытым небом и приобщиться к уличной культуре. Молодёжный фестиваль «Дружба-2015» сменил географию и разместился на берегу Днепра. Места эти живописные и исторические. С набережной в центре Илоева открывается вид на Украину. А сколько тут знаменитых битв было и не счесть. Впрочем, легендарным стал и молодёжный фестиваль «Дружба народов». Первый такой слёт состоялся ещё в 69-м году на границе трёх республик, вместе, известном всем, как «Три сестры». Очень красиво. Не ожидали, честно, не ожидали, что обычно праздник трёх сестёр проводился в поле. А тут и как-то инфраструктура, и всё, и столько действительно знаменательных событий. На фестиваль с историей в этом году приехали автомобили, которым есть что рассказать, и не только молодёжи. Моё внимание просто приковывает легендарный «Опель Адмирал» 39-го года выпуска. Мэрдин, будучи послом России в Украине, подарил мне эту машину. С условием того, что я её восстановлю и сделаю её в том виде, в котором вы её сегодня видите. Машина на ходу и практически в своём первозданном виде. Она почти звезда кинематографа. На ней ездили оперсотрудники в знаменитой ликвидации. Она другого цвета была тогда, мы её тогда ещё не восстановили. Она была другого цвета. А вот в фильме «Матч» там есть момент, когда взрывается в Киеве комендатура. Вот генерал приезжает на этой машине. Идём дальше. Всевозможные концертные площадки, выступления танцоров трёх славянских стран. Название фестиваля «Дружба» полностью себя оправдывает. Вот белорусская молодёжь. Какое впечатление первое? Открытые, добрые, искренние, улыбчивые. Хочется их обнимать. Для любителей пощекотать нервы спортивно-развлекательное шоу про рестлинг, постановочные бои. Хотя организаторы не раскрывают тайн и уверяют всё по-настоящему. Зрители верят на слово. Для любителей более размеренного и спокойного отдыха город мастеров – аквагрим, хит сезона «Василёк» или памятная монета, которая чеканит прямо на глазах изумлённой публики. А в парке воссоздали эпоху наших бабушек и дедушек. Я присоединяюсь к компании, которая играет в домино. Я играть не умею. Учите. Можем научить. Хорошо, со спокойной совестью перемешивается карта. Бабушки и дедушки не то слово умели играть. Родители – да. Тема ретро нынче популярна, как никогда. В парке играет скифл-бит-группа. Веет британским духом 50-х. С этой музыки начинали Леннон и Маккартни. Эпоха Битлз начнётся чуть позже. Впрочем, музыки, как и на любом фестивале, тут много и на любой вкус. Для тех, кто любит музыку танцполов, ближе к вечеру – битва диджеев из соседних стран. Мы ходим проверенными тропами, да. А россияне, они привыкли экспериментировать. Сейчас у них музыка как бы движется глубже. То есть у них направления ярко поляризованы, да. То есть либо ты играешь одно глубоко, либо ты играешь другое. Никакого смешения. У нас как бы всегда диджеи стараются сделать что-то более универсальное. И чтобы и вашим, и нашим. Каждый год фестиваль дружбы бесспорно доказывает молодёжь у нас, в соседних странах, да и во всём мире очень похожа. И несмотря ни на какие разногласия, мы вместе. Моей бабушке, ни много ни мало, 91 год. И она, кстати, сейчас смотрит эту передачу. Привет, бабуль. Почему я тебя вспомнил? Просто тебе, да и всем бабушкам и дедушкам нужно памятник поставить. Ну как можно было прожить без того, что есть сейчас? Я имею в виду телевизор, компьютер, интернет, неимоверное количество различных гаджетов, которых с каждым днём становится всё больше и больше. И мы ими пользуемся всё чаще и чаще. Конечно, отказываться тоже не вариант. Поэтому предлагаю юзать и наслаждаться. Но бабушка тебе всё равно респектос. Далее рубрика «Анова». О, всем привет. Я тут ломаю голову над тем, что мне делать с моим мобильным телефоном. Этот старикашка, конечно, хорош, но, к сожалению, уже отстал от жизни. На самом деле есть два варианта. Купить брендовый смартфон и забыть о проблемах на год с небольшим. Либо совершить прыжок в будущее и дождаться выхода в свет нового Project R от Google и Motorola. Идея смартфона довольно проста и прозрачна. Любой пользователь сможет создать себе телефон, который будет отвечать всем его желаниям с точки зрения функциональных возможностей или бюджета. Сконструировать смартфон можно будет из предлагаемого набора модулей. Причём сделать это будет не сложнее, чем собрать конструктор Lego. Project R представляет собой материнскую плату, в которой помимо основных модулей, дисплея, клавиатуры и батарей, можно будет подключать и разнообразные второстепенные, выполняющие специфические функции в зависимости от предпочтения владельца. Например, вы любите фотографировать и делать качественные снимки. Поставьте в разъём камеру высокого разрешения и наслаждайтесь процессом. Нет в этом потребности, любите следить за здоровьем, камеру можно заменить медицинским датчиком. При этом удобство смартфона в том, что по желанию его можно как апгрейдить, повысить функциональность до необходимого уровня, так и даунгрейдить, подобрать бюджетные варианты основного количества модулей, при этом увеличив производительность лишь некоторых из них. Например, вы альпинист и любите путешествовать. Обычную батарею можно заменить на более мощную. Она в разы увеличит цикл работоспособности смартфона. Нет поблизости розетки – тоже не проблема. Вставьте модуль с фотоэлементом и используйте для подзарядки энергию солнца. Можно даже установить два экрана – один обычный HD, другой черно-белый UI для чтения книг. Предполагается, что Project ARA несомненно займет свою нишу на рынке гаджетов, как устройство с высокой степенью индивидуализации. Любой пользователь сможет сконструировать смартфон под себя. При этом стартовая цена девайсов базовой комплектации, в которую войдет материнская плата, батареи и дисплей, начнется от 50 долларов. Неизвестно какой процент аудитории покорит Project ARA, но, согласитесь, идея заслуживает уважения. Во всяком случае, это что-то новенькое на рынке умных устройств. Ожидается, что продажа модульного смартфона начнется этим летом в Пуэрто-Рико. Если старт окажется успешным, надеюсь, в скором времени новинку увидим и мы. При этом ее цена будет гораздо ниже брендовых смартфонов. Ну что, мой умный старичок, работать тебе на меня еще как минимум целый год. Смотрите рубрику «Анова» и будьте в курсе всего нового. Пока! Наша Таня уже не то, что заметно сбросила лишний вес, а я бы назвал это кардинально изменилась. И это вовсе не лезть. Сами сейчас все увидите. Кстати, я и предположить не мог, что чтобы похудеть, надо есть такое количество еды. Но эта схема работает. Может, все из-за активного образа жизни? Кстати, в этот раз Таня отправилась на турслет. Было довольно весело. Давайте посмотрим. Всем привет! Сегодня телерадиокомпания «Гомель» собралась на туристический слет. Мы находимся недалеко от Минска, и здесь же весь состав «Бел» телерадиокомпании. Вот там совсем недалеко лагеря Могилева, Бреста, Витебска, Гродно, конечно, минчане тоже здесь. Кто-то репетирует, кто-то рубит дрова. Короче говоря, дело всем находится. А я хочу попробовать покоптить рыбу. Турслет – это всегда весело, интересно, зачастую непредсказуемо. Лес, свежий воздух, море смеха и общения – здесь все равны. Режиссеры, операторы, редакторы, юристы, бухгалтеры и даже руководящий состав на этих выходных становится просто частью сплоченной команды. И самое главное – мы все делаем вместе. Только питание конкретно у меня отличается от общелагерного. Моя любимая курица на гриле вместо свинины, хлеб и побольше свежих овощей. Естественно, никакого алкоголя, только вода. А значит, много энергии и сил. А их нужно немало, ведь репетиции никто не отменял. Творческих конкурсов у нас целых три. Какое же мероприятие без торжественной части и концерта? Совсем скоро мы будем показывать нашу командную визитку. Команда Гомеля называется «Третий регион». Мы все очень волнуемся. Я тоже волнуюсь. Мы же помним, что когда волнуешься, все-таки немножечко калорий тратишь. А я худею. Находясь на сцене, я всегда получаю невероятный заряд энергии и позитива. Особенно, если зрителям нравится. Сук добрый. Теща злая. Приди регион. Гомель. Свет эфирных планет нас все манит по ночам. Он может нам только сниться. Зачем мы встретим рассвет опять в софитовых лучах? И завтра все повторится. Взгляни, ты помнишь меня? Ведь это были я и ты. Летали за сценариями. Зачем? Скажи, люди мысли, песни и мечты. Без смысла используют рекламент. Махнем со мной в эфир. Оставь нараспашку окно. Безумно и нелепо. Как в забытом кино. Летим высоко. Творчество – это важно. Но без спорта турслет не турслет. Мы тянули канат. И девочки, кстати, тоже. На первый взгляд детская эстафета оказалась для взрослых сложной задачей. Но самое главное событие – волейбол. Я решила поучаствовать в спортивном мероприятии и сыграть в волейбол за нашу команду. Но потом поняла, что шансов у меня, в общем-то, никаких. Потому что в нашей команде есть люди, которые делают это гораздо лучше, чем я. А так как мы боремся за результат, то играть в волейбол должны настоящие специалисты. Правильно? Правильно. Здорово! Гомель! Гомель! И вот оно свершилось. Наконец-то. Долгожданное волейбольное первое место. До этого с этим видом спорта мы не очень дружили. Да, не зря сорвали голоса, болея за своих. Карафон отдавай. День быстро сменился вечером. Настала пора показывать музыкальные домашние задания. Все команды старались, выступали. Ну а потом – дискотека. Ну и, конечно, самая интересная часть турслета – это костер, замечательная компания и песни под гитару. Споем? Да. Споем. Споем. Встречали в гостях, провожали. Спасибо всем за поддержку. Наша команда «Третий регион» заняла почетное и такое приятное второе место. Мы едем домой праздновать назад в Гомель. А с вами увидимся в следующем выпуске программы «Зачет ничего лишнего». И по традиции – ура! 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 Недавно сидел в интернете в поисках чего-то приятного для своих ушей. В смысле новой музыки, которая бы меня порадовала. Вы знаете, порой это действительно очень сложно. Я вот не представляю, как это удается нашей Кате. Кстати, сегодня она решила сменить формат. Давайте вместе посмотрим рубрику «Послушай с Катюшей». Если вы когда-нибудь всматривались в клубные афиши города, наверняка имя Слава Анкл вам знакомо. Собственно, вот и он. А чтобы познакомиться с ним вживую, поднимемся на этаж. Диджей Слава Анкл – один из немногих диджеев Беларуси, кто сохранил преданность виниловым пластинкам. С начала 2000-х – постоянный участник республиканских и международных музыкальных фестивалей, среди которых «Казантип», а также крупнейший рей в Беларуси – «Глобал Газеринг». Слав, почему творческий псевдоним «Дядя Слава» никогда не думал, что тебя это как-то будет старить в глазах поклонников? Могу даже сказать более. Я две недели тому назад стал дедушкой, поэтому, естественно, я не буду менять на «грэндфаза». То есть, ну, останусь Анклом, ну, возраст мне напрягает, и мне кажется, даже прикольно, что человек в таком возрасте, как я, в общем-то, не думает о каких-то там глобально серьезных вещах, а живет жизнью человека, которому там в душе 25 лет. За твоими плечами уже 20 лет, более 20 лет в музыке, более 20 лет за диджейским пультом. Вот не надоело, не исчерпал ты себя? Один из этапов в моей жизни, связанный с клубами, с диджейством «Сэм», со всем этим связанным, вот это заведение, то есть это вот то, чего я очень долго хотел. Я всегда мечтал иметь свой небольшой бар с возможностью, в котором можно было бы танцевать, и там бы я мог играть. И все-таки с чего начинался твой творческий путь? Откуда диджей Слава Анкова появился в клубной жизни Гомеля? Начиналось это все в далекий 91-й год, 1991-й год. Мы с друзьями все своими руками это сделали и открыли так называемый первый частный клуб. И там я, естественно, отвечал за музыкальный формат, это было на мне, я ставил музыку. Конечно, не было того оборудования, которое есть сейчас, это были бобинные магнитофоны, это были кассеты, это потом через какой-то промежуток времени я позволил себе купил CD-проигрыватель, и уже музыка началась с дисков, пошла. Слава, какую музыку ты играешь? Наверное, основа все-таки, на чем я вырос, и то, что я больше всего люблю, это техно-музыка. И второе, наверное, направление, которое мне ближе по душе, это хаус. Он может быть немножко разноплановый, то есть могу одновременно играть дип-хаус, там смешиваясь с прогрессив-хаусом, дек-хаус, то есть, ну, это хаус. Все-таки под какую бы музыку ты танцевал? Танцевать я могу под любую музыку. В общем-то, я был как-то на вручении премии Муз-ТВ в Москве, в Олимпийском, и когда пела «Сердючка», я точно так же танцевал и зажигал. Это была уместная музыка в том месте, где она должна была играть. Там был нереально крутой звук и все остальное. Я танцевал под «Сердючку», я не стесняюсь этого. Вот, поэтому, а в клубе я хочу танцевать под клубный формат музыки. Правда, сейчас редко кто удивляет и редко кто заставляет двигаться. Отсюда вопрос. Как ты оцениваешь, в принципе, вот клубную жизнь Гомеля? В моем понятии клуб – это заведение, в котором играет клубная музыка. Музыка, которая не играет на радио, на телевидении, нигде. То есть, это выступает диджей, это человек, который там выступающий, знакомит людей исключительно с новой музыкой, а не той, которую можно услышать везде, в ротациях, на любых радиостанциях, каналах. Вот. А в Гомеле, скажу так, что назвать ни одного заведения не могу назвать клубом. Именно исконно то, чтобы называлось это клубом. Это танцевально-увеселительные заведения. Слава, вот сложно ли это? Могу ли я этому научиться? Сейчас прямо вот попробовать. Смотрю, у вас все данные есть для того, чтобы быть хорошим, успешным диджеем, девушкой-диджеем. Возьмите вот эту иглу, тонарм называется, и поставьте вот сюда на пластинку. Вот я убираю основной звук. На пульте вот эта пластинка играет на канале. Выводите рукой его сюда, вверх. И действительно, от этого диджейского пульта заряжаешься невероятной энергетикой. А когда музыка в твоих руках, даже впадаешь в некий транс. Уж поверьте. Советую и вам кайфовать от того, что делаете, и от того, что слушаете. Увидимся. Ну вот и все. Наш зачет подошел к концу. Но не останавливаемся. Бежим вместе с летом. Запоминаем каждое мгновение, чтобы холодными зимними вечерами немножечко поностальгировать в кругу друзей. Или в одиночестве. За чашечкой кофе под пледом. Кстати, чтобы воспоминания были более красочными, предлагаю на секунду остановиться, зайти в соцсеть и вступить в официальную группу нашей передачи. Там не только можно увидеть все выпуски зачета, но и предложить свои темы для следующих сюжетов. Ну а пока... пока. Всем удачи, а я побежал за летом.